всем привет вы на канале про компьютер и в этом видео я вам покажу что делать если windows не видит диск это может быть ssd диск жесткий диск или любой переносной диск который вы подключаете к компьютеру если windows его не определяет мы разберем сегодня все причины по которой возникает данная проблема также эти рекомендую посмотреть вот эти два видео тут интересно но мы начинаем и так поехали спонсором данного видео является сайт meteotrend.com здесь только актуальная информация о погоде в твоем городе добавляя сайт в закладки но мы начинаем и так поехали первая причина по которой windows не видит ваш диск это может быть банальное отключение вашего диска в диспетчере устройств windows что нам необходимо сделать мы правой кнопкой мыши щелкаем по меню пуск переходим в раздел диспетчер устройств и переходим во вкладку дисковые устройства здесь отображаются все диски которые подключены к нашему компьютеру или ноутбуку здесь отображаются как внешние так и внутренние диск давайте я вам кое-что покажу первый диск у меня это ssd диск давайте открою мой компьютер чтобы наглядно вам показать вот он 120 гигабайт здесь он определяется как solid-state диск 2 диск у меня юсби на нем я храню определенный контент и как мы видим есть еще третий диск который у меня не определяется теперь давайте покажу на примере вот переносной диск как я уже говорил ранее вот он отображается в диспетчере устройств я могу отключить устройство и смотрите он сейчас пропадет из мой компьютер видите он исчез вот этот значок со стрелочкой вниз сигнализирует о том что диск просто отключен диспетчере устройств windows посмотрите так ли это на вашем компьютере если он действительно отключен то вам достаточно правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать включить устройство давайте я вам покажу второй способ который чаще всего помогает решить проблему если windows не видит ваш диск для этого нам необходимо зайти в штатную утилиту управления дисками она есть в каждой версии операционных систем windows правой кнопкой мыши по меню пуск и переходим в управление дисками это утилита которая позволяет вам задать букву диску переименовать диск удалить раздел и добавить новый раздел здесь как мы видим также отображаются все наши диски подключены к нашему компьютеру или ноутбуку диск 0 диск 1 диск 2 диск 2 этому юсб диск он размечен с ним все в порядке он отображается в мой компьютер диск 1 это ssd диск на котором установлена операционная система windows и мы видим тот диск который не отображается мой компьютер то есть windows его не видит друзья обратите внимание на вот эту вот синюю полоску вот эта синяя полоска означает то что область на этом диске распределена здесь на диске 0 мы видим черную полосу она сигнализирует о том что диск не распределен бывают такие случаи когда вы покупаете новый диск и на нем область естественно не распределена бывает вы покупаете диск вы включаете и все нормально диск сразу отображается в мой компьютер но чаще всего при покупке нового диска область не распределена моем случае область не распределена правой кнопкой мыши вы щелкаете по тому диску где не распределенная область еще раз повторюсь это черный прямоугольник значит на этом диске не распределенная область правой кнопкой мыши и вам необходимо просто создать простой том теперь вы нажимаете кнопку далее выбираете размер по умолчанию windows подставляет весь размер диска если вы хотите создать раздел с меньшим объемом соответственно здесь вы меняете цифрами тот объем который вы хотите давайте еще раз правой кнопкой мыши по нераспределенной области и нажимаем создать простой том здесь нажимаем кнопку далее и еще раз кнопку далее здесь вы можете назначить букву диска по умолчанию меня будет буква d и нажимаем еще раз кнопку далее здесь вы можете создать метку тома например new диск новый диск можете вообще убрать все и нажать на кнопку далее теперь вам осталось нажать на кнопку готова и процесс создания нового раздела не заставит вас долго ждать обычно это требуется минута-две и так идет форматирование теперь давайте зайдем мой компьютер и мы видим что у нас диск отображается теперь в мой компьютер и с ним все окей друзья если windows по-прежнему не видит ваш диск то для этого есть еще третий способ решения данной проблемы нам необходимо вновь попасть в утилиту управления дисками вы уже знаете как это сделать правой кнопкой мыши по меню пуск заходите в управление дисками находите тот диск который не определяется операционной системой windows мой диск под цифрой 0 обратите внимание вроде у диска область распределена все нормально с ним то есть раздел создан но он по-прежнему не отображается мой в мой компьютер его здесь нет есть два диска как мы видим из списка вот первый мой диск 2 а вот этого нет то здесь должен еще один быть диск причина может быть банально это отсутствие буквы у диска windows не может его отобразить мой компьютер потому что у диска отсутствует всего лишь буква присвоить букву диску довольно просто правой кнопкой мыши вы щелкаете по нужному для вас диску и выбирайте изменить букву диска или путь к диску здесь вы нажимаете кнопку добавить и назначаете произвольную букву диску это может быть буква из вот этого списка я оставлю все по умолчанию как рекомендует мне windows и нажму кнопку ok обратите внимание присвоилась буква d и давайте зайдем мой компьютер у нас должен отобразиться еще один диск вот он теперь мы можем с ним работать создавать на нем папки копировать вставлять и производить различные манипуляции надеюсь этот урок был полезен ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал